Вообще, это недельная глава Талдот, она говорит о разословии, то есть о том, как пошли дальше поколения после Исаака. И вот одно из событий, которое было в жизни Исаака, я хотел бы прочитать с 26 главы сначала. «Был голос в земле сверх прежнего голода, который был вне Авраама, и пошел вот так к Авемелиху царю филистинскому Герару. И Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. «Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам всю землю эту, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему, все земли эти благословятся в семени твоем, все народы земные». Знаете, когда вот я читаю, ну не только в этом месте Господь явился, Господь сказал, мне всегда интересно, как это происходило. И, знаете, иногда приходят разные мысли, как это было, и, ну, наверное, как обычно, как к нам говорит Господь, так, наверное, и было. А может быть, каким-то иным способом. Знаете, из этой истории мы видим, что Ицхак вместе со своим семьей, с детьми оказался в непростой ситуации. И был голод, и я никогда не переживал, что такое голод, я не знал, что такое недостаток в еде, но по рассказам своих родных, они рассказывали, что были очень тяжелые времена, когда просто не было нечего съесть. И, допустим, мой отец родился в 47-м году, и из-за того, что не было просто элементарной еды, он чуть не погиб, потому что его мать, моя бабушка не могла его выкормить. И я представляю ту ситуацию, когда людям действительно было мало что покушать. И мы знаем, что ситуация, когда голод, она действительно тяжелая. И знаете, когда вот из нас каждый попадает в какую-то тяжелую ситуацию, всегда мы ищем выход. И не, ну, что говорить, многие из нас сюда приехали из-за того, что видели в Израиле более такой удобный выход, чтобы, может быть, жить побогаче, чтобы было больше еды. И мы видим, что мы не видим, мы не читаем о том, о чем думал Ицхак, но мы видим, что Господь явился ему и говорит, не ходи в Египет. Видимо, у Ицхака были такие мысли, уйти в Египет. Ведь там процветающее государство, ведь там все туда идут, все торговцы, ведь там есть пища. И, наверное, да, в те времена Египет был тем местом, где можно было купить пищу, где можно было вырастить зерно. Но, тем не менее, Господь говорит ему, не ходи, не ходи туда. И в этих словах Он не просто ему говорит, как бы, ну, не как бы запрещает, Он еще как бы обновляет свой завет, который Он дал Его отцу Аврааму. И Он говорит, что все, что Я говорил отцу твоему Аврааму, Я исполню через тебя. Мы не читаем о том, как Ицхак вообще знал Бога, но я думаю, что Он его знал. Я думаю, что Авраам и Сара, наверное, рассказывали ему, как он чудесно появился в этом мире. И Ицхак, наверное, помнит о том моменте, когда его чуть ли не принесли в жертву. Потому что так сказал Господь. И Он знал, Он знал Бога. Он знал, что то, что Бог сказал, то нужно исполнить. И мы читаем, что умножая потомство Твое, Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему, все земли эти благословятся в семени Твоем, все народы земные. То есть, можно сказать, что буквально повторяет Господь те слова, которые Он говорил Аврааму, что через него благословятся, что потомство Твоего будет, как песка морского, как звезд небесных. И именно это было ободрение для Ицхака. И он остался в этой земле. И далее в этой главе мы читаем, в 26 главе с 19 стиха, мы читаем, что «И сеял из скак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И у него была стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. А филистимлялицы стали завидовать Ему». Мы видим, что то, что он послушался, дали свои плоды. И действительно, Господь благословил его в той земле. И среди всех народов, где жил Ицхак, он стал великим. Его стали бояться, он стал великим, он стал преумножать свое богатство. И Господь его благословил. И я думаю, что, когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, мы часто хотим услышать Бога. Мы хотим услышать, что нам что-то скажет, и часто мы хотим услышать то, что нам хочется. Но не всегда Бог говорит то, что нам хочется. Иногда Он говорит что-то противоположное. Он сказал противоположное Ицхаку, чтобы он не шел в Египет, а оставался там. И Господь его благословил. И как мы можем слышать голос Божий, как мы можем отвечать нашими действиями, словами или поступками тому, что нам говорит. Потому что написано, что в последнее время, в последнее время, это в первой главе к евреям, первая глава, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. мы имеем Слово Божие. И мы имеем не просто написанное Слово Божие, но также к сердцу каждого из нас сегодня будет говорить Бог. Он будет говорить всегда. И важно, как написано дальше в этом же послании, что когда услышите голос Его, не ожесточите свое сердце, как во время робота. Не ожесточить сердце, услышать Бога, услышать то, что Он нам говорит, и принять это для себя. Исполнить то, что Он нам говорит. Это не всегда легко. И не всегда легко принять какое-то либо решение, даже если говорит Бог. Но, тем не менее, лучше принять это решение. И мы будем иметь в этом благословение. Аминь. Аминь.